Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам об актерах, которые ушли из жизни совсем молодыми. Возможно вы не знали, что таких актеров очень много. Сегодня речь пойдет лишь о некоторых из них. 25 февраля 2010 года не стало Владислава Галкина. Он известен огромному числу людей по ролям более чем в 60 проектах. К примеру, его можно увидеть в фильмах. Петровка 38, команда Семенова. Любовь на сене. Логово змея. Котовский. Грязная работа. Я не я. Я лечу. Не идеальная женщина. Диверсант. Ты это я. Пороки и их поклонники. Жаркий ноябрь. Убойная сила. Мастер и Маргарита. Дальнобойщики. Театральный блюз. Спецназ. Небо и земля. Бомба для невесты. Светские хроники. Приключения мага. По ту сторону волков. Эскиз на мониторе. Моросейка 12. В августе 44. Игра. Абориген. На своей земле. Золотая цепь. Этот негодяй Сидоров. И приключения Тома Сойера и Геккель Бери Фина. Актеру было всего 38 лет. 20 сентября 2002 года. Из жизни ушел Сергей Бодров-младший. Ассоциирующийся у миллионов людей в нашей стране и за ее пределами с фильмами «Брат» и «Брат 2». Также его можно увидеть в лентах «Медвежий поцелуй», «Война», «Восток-запад» и «Кавказский пленник». Всего на счету Сергея Бодрова более 10 ролей в кино. Две режиссерские работы и три сценария к фильмам. Актеру было 30 лет. 18 октября 2009 года этот мир покинул Василий Лыкшин, ставший известным благодаря роли Саши в сериалах «Громовы» и «Громовый дом надежды». Также его можно увидеть в кинолентах «Дом на озерной», «Сволочи» и «Ангел на обочине». Всего в его фильмографии чуть меньше 10 работ. Актеру было 22 года. 30 сентября 2011 года свой земной путь завершил Алексей Завьялов. Прежде всего он прославился благодаря роли Стаса Скрябина из сериала «Ментовские войны». Но имеется в его фильмографии немало других актерских работ. К примеру, он снялся в следующих проектах. «Зимняя танго», «Неудачников Нед», «Зоя», «Потому что это я», «Атлантида». «Короли игры», «День гнева» и «Адъютанты любви». Всего он снялся в 40 фильмах и сериалах. Актеру было 36 лет. 16 августа 2010 года не стало Леонида Осокина. Он известен поклонникам отечественного кино более чем по 25 проектам. К примеру, его можно увидеть в фильмах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности». Актеру было 40 лет. 24 февраля 1996 года из жизни ушел Алексей Фомкин, которого многие помнят прежде всего по роли Коли Герасимова из фильма «Гости из будущего». Также его можно увидеть в лентах. Повод, что такое Яролаш и «На своей земле». Актеру было 26 лет. 25 ноября 2013 года этот мир покинула Вера Иванко. Она прославилась благодаря юмористическому тележурналу «Яролаш». Также ее можно увидеть в целом ряде кинолент. «Час Волкова», «Закон и порядок», «Отдел оперативных расследований 4» и «Последняя минута». Всего в ее фильмографии более 15 ролей в кино. Актрисе было 20 лет. 17 августа 2011 года, в день своего рождения, земной путь завершил Никита Емшанов. В его фильмографии более 60 работ. Мы можем увидеть его в проектах «Чудо», «Десантура», «Адвокат», «Частник», «Опасная связь», «Второе дыхание» и «Солдаты». Актеру было 28 лет. 27 сентября 2017 года не стало Егора Клинаева. Он известен поклонникам российского кино более чем по 20 ролям. К примеру, его можно увидеть в фильмах «Домашний арест», «Частная пионерская», «Физрук» и «Тайна Егора». Актеру было 18 лет. 3 ноября 2007 года из жизни ушла Светлана Чернышкова, известная по следующим лентам. Я сыщик и псевдоним «Албанец». Актрисе было 30 лет. В один день с ней не стало ее сына Дмитрия Дедюшка и мужа Александра Дедюшка. Сегодня я рассказал лишь о малой части актеров, которые покинули этот мир молодыми. Если эта публикация вызовет интерес, то я продолжу развивать эту тему в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok